Вопросов больше, чем ответов. Очередное заседание нового состава Общественного Совета. И то, что Общественный Совет, по вашим словам, хочет стать одним из этих общественных контрольных, надзорных органов, ну, наверное, это не совсем правильно. Заседание постоянной депутатской комиссии. Я считаю, что эти оба документы друг другу не противоречат. И предлагаю направить, вынести данные документы на сессию. Девятая сессия Десногорского городского совета. В студии программы «Открытая власть» Олег Соловьев, здравствуйте. Общественный Совет служит диалогу между обществом и властью. Это голос жителей, который обязательно должен быть услышан. И тогда руководству города будет проще принять верные решения. С тонкостями этого непростого дела новому созыву Общественного Совета еще предстоит познакомиться. Определялись вектором своего дальнейшего движения члены Общественного Совета 13 февраля в здании администрации. Это уже вторая встреча его нового созыва, участниками которого, как и прежде, стали инициативные жители города. Возможно, по причине отсутствия опыта участия в таких организациях первое собрание результатов не принесло. Поэтому задачами этой встречи все так же значились избрание председателя, секретаря и регламента Совета. У нас будет план общественных проверок. Далее мы информируем представителей общественной организации о том, что у него будет проходить проверка. Проводим, собственно говоря, проверку. Илья Степанов предложил свою кандидатуру на должность председателя Общественного Совета. Важным направлением деятельности коллегиального органа он видит в различных формах контроля и мониторинга общественных организаций. По крайней мере, только это и было отражено в его самопрезентации. В муниципальном образовании не только над администрацией находится куча контролирующих органов. И то, что Общественный Совет, по вашим словам, хочет стать одним из этих общественных контрольных, надзорных органов, ну, наверное, это не совсем правильно. Потому что про другое, про развитие, про создание дискуссионных площадок, про совместные инициативы с жителями, к сожалению, я не услышал. Другой кандидат на кресло председателя – Владимир Муравьев. Он обращает внимание на свои личные качества. Опыт работы в общественных организациях, в том числе и волонтерская деятельность, позволили ему приобрести навыки коммуникации с разными жителями Десногорска. А это, по его мнению, пригодится и при решении задач, стоящих перед Советом. Будем проводить встречи, будет у нас работать интерактивная, я надеюсь, площадка, да, как бы взаимодействовать мы будем с любыми, как бы, сообществами. Подобный план действий большинству членов Совета показался привлекательным. В результате чего, открытым голосованием, большинством голосов, Владимир Муравьев был избран председателем общественного совета. Секретарем совета была выбрана Юлия Машичева, а пресс-секретарем – Антон Подкопаев. Каким регламентом руководствоваться в своей деятельности на благо Десногорцев и каков будет план работы, этот общественный совет обсудят на ближайшем собрании 12 марта. Тем не менее, обращения жителей принимаются и сейчас. Ящики для писем находятся в здании администрации, Центральной библиотеки и Центра культуры и молодежной политики. Прийти к единому мнению в целом удалось на заседании Депутатской комиссии по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и депутатской этики. Большое внимание участников было уделено вопросам дисциплины депутатов и норм поведения, которые соблюдаются не всегда. В качестве личного протеста народных избранников были и случаи самовольного покидания сессии. Как утвердить дисциплину на уровне регламента, обсуждали 21 февраля. Подобное поведение в скором времени для десногорских депутатов станет вне закона. За покидание сессии будет ждать замечания или публичные извинения за свой поступок. О таких изменениях просит прокурор Десногорска в своем обращении. Предлагаю включить в часть 1 статьи 55 считать нарушения депутатской этики, нарушения, связанные с нарушением покидания сессии без разрешения председательского случая и нарушения установленной статьи 56 порядков, связанные с ненадлежащим рассмотрением обращения депутатов, связанные с распространением служебной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения своих полномочий. Для подтверждения правомощности предложений будет проведена их правовая экспертиза и уже по ее резолюции они будут рассмотрены депутатской комиссией. Чуть дальше удалось продвинуться в вопросе штрафов за административные правонарушения. Сэкономить средства горожан и организации города решили в партии КПРФ. Но в этом направлении уже работает и административная комиссия Десногорска под председательством Владимира Исаева. Ею было направлено прошение в департамент Смоленской области о проведении опроса среди административных комиссий Смоленщины. Цель такого опроса – выяснить, разумно ли дополнить соответствующий пункт областного закона ответственностью в виде предупреждения. Административная комиссия просит Десногорско-Городской совет выйти в законодательную инициативу в Смоленскую областную дому с вопросом о возможности внесения изменений в статью 17.4 Закона Смоленской области об административных правонарушениях. Наказание в виде предупреждения. Кто бы ни был инициатором, а законодательная инициатива об ответственности за правонарушения в виде предупреждения была рассмотрена в тот же день. На девятой сессии Десногорского городского совета тема вызвала немало споров, где каждый был прав по-своему. Когда договориться не получается, к дисциплине принуждают уже рублем. В Десногорске это касается, например, некоторых автолюбителей. Тех самых, которые паркуют свою машину поближе к дому, на газонах и тротуарах. Смягчение наказания для них с одной стороны, проявление понимания, ведь ситуации бывают разные, а с другой – культуру парковки это навряд ли изменит. У нас все газоны разбиты, надо людей приучать к порядку. Это же самое, как мы занимаемся, наши студенты занимаются. Вот такие приборы, невозможно не проехать к мусорокамерам. Со своей стороны, на своем участке, я еще раз подчеркиваю, мы не создали условия благоприятные для того, чтобы стоял транспорт. А то, что там заехал одним колесом и за это хочет извиниться и уйти, просто так растоптал зеленый газон или бордюр, такое не должно проходить. Важная составляющая проекта изменений в том, что мера наказания в виде предупреждения не отменяет денежного штрафа. Но лучшим или худшим образом это скажется на ситуации в городе, депутаты к единому мнению не пришли. За проект изменений проголосовало 7 человек. Против – также 7. Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание. Этими событиями запомнились нам заседания в администрации последнего времени. О новых законотворческих инициативах и не только смотрите каждую пятницу в программе «Открытая власть». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова